Микс Ньюз Утро на Болткоме На второй день. Мы говорим про алкоголь сейчас. Как скажете. Да, в общем, мы сейчас хотим проанонсировать концерт грузинского балета Лило. У нас в гостях Гиви Белашвили. Сегодня на Белешу Сервис есть билеты. Есть, по-моему, да, Александр? Да, 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 конечно. Да, и один из организаторов фестиваля «Руми-фест» в Латвии, Александр Красовский. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Итак, в преддверии шестого международного фестиваля восточного искусства и музыки «Руми-фест», который традиционно уже проходит здесь у нас в Латвии, и в этом году это не исключение, именно сегодня рижскому зрителю представится уникальная возможность погрузиться в искрометный национальный колорит Грузии, познакомиться с темпераментом и традициями национального танца, вобравшего все самые лучшие качества грузинского народа. Концерт сегодня грузинского балета Лило. И основатель, хореограф, а также солист Гиви Белашвили. Я очень рад тоже его видеть здесь у нас. Я тоже очень рад. Я не знаю, как разговаривать про грузинский балет, честно. Обычно, а вот просто. Даже просто про балет? Как можно про балет рассказывать? То же самое, что смотреть его по телевизору, как мы вот в советское время смеялись, да? Балет по телевизору. Ну, рассказывайте, раз вы говорите просто. Просто, давайте. 250 костюмов. Сколько у вас участников? У нас сейчас выступает 30 артистов балетом. 30 артистов? На сцене все. И будет 250 костюмов. Вы просто переодеваетесь, как фокусники, да? Да, практически. Мы сами иногда удивляемся, как у нас так получается, что за 30 секунд переодеваться. Дома я не могу так. Только в пульсах это возможно. А как так получается? Что-то умеет. Вот это чудо какое-то существует, которое это... Ну, как бы получается так, что когда тебя ожидает зритель, то ты не имеешь права на ошибку. Ну, как-то если ты не успеешь, зритель-то не поймет. А ты, если профессионал, ты должен делать все, что зритель был доволен. Как вы профессионалов находите? Сколько у вас человек сегодня выступает? 30? 30 человек. Да, сколько мужчин, женщин? 10 девочек у нас и 20 мальчиков. А, ну вот со своими девушками приехали, не будут охотиться на наших девушек. Да, ну... Лело, это же грузинский боевой клич, да? Лело, это, кстати, хочу рассказать об этом, это очень интересная история. И она столько потрет своей страны. У нас, у меня есть, откуда я родом, да, с деревни моей, где мои предки жили в Грузии, да, есть такой прекрасный регион Гурья, если кто-то не был, приезжайте, у меня много вина, там всех приглашаю. Вот, там есть такая традиция, это историческая игра Лело называется. И вот я настолько люблю эту, моюсь маленькую деревню, что я решил, что вот познакомить с Лело весь мир. Ну, половину уже познакомил, а сейчас вот в Ригу хочу познакомить людей с этой традицией, с этим балетом. И вот мне кажется, все, что именно называется Лело, оно удачное, потому что это игра любая везет к победе. И вот мы тоже как-то... А что это за игра? Ну, скажите. Ну, это вот такой 16-килограммовый мяч. Так. И верхняя деревня играет с нижней деревни. Там есть две речки. Если противники стоят против друг друга, и они должны... Перекидывать мяч? Мяч в речке противника. То есть, два речки. Да. Вот. С центра они собираются, и они должны отвезти этот мяч в речке противника. Если положили мяч, они выиграли. А потом этот мяч... А почему это интересно? Расскажу, почему так эта игра? Играет где-то 300 человек. А мяч тяжелый. Это хуже регби, вот видите. А, 16 килограммовый. Хуже американского футбола и так далее. 16 килограммовый. Раньше играли даже и женщины. Это как гиря вот эта. А с чем эта игра связана? Раньше, не скажу, какая страна, но воевали. Потому что я вообще не люблю политику трогать, это не мое... Не путин. Да. И я занимаюсь искусством, я люблю обычных нормальных людей, и все. Вот. И получается так, что в моем деревне пришли враги, которых грузины не то что каким-то оружием, просто отталкивали. Руками? И так выгнали. Руками. И вот после того, после такой победы осознавался игра Лелу. Вот. Это имитация. Это игра имитации этой победы. А на сцене тоже будет мяч? На сцене мячик не будет. А? Это как... На сцене зато про мяч, зато будет война полная уже настоящая. Балет про эту игру или о чем? Там какая-то тема? Расскажите. Рассказано целостью все уголки Грузии. Мы показываем все уголки прямо Грузии, как они живут. Как живут в Ачаре, где есть море. Как живут, допустим, в Тбилиси. Старые Тбилиси, как они в рассвет встречают. Все это мы показываем. Как грузинская душа, что такое вообще, в принципе. Откуда у нас гостеприимство? Откуда... Это в танцах тоже выражается, чтобы люди приезжают в гости, мы их принимаем. Это, ну, как бы... Это наше. А как вы собираетесь этот фольклор? Собираю. Ну, это, знаете, это наше культурное наследствие, которое с поколения в поколение передается. Это... Мне кажется, что каждый грузин, в принципе, настолько образован в своем культуре, из-за того, чтобы его родители все время рассказывали, да? Мы своих будем рассказывать детей, да? Ну, мне кажется, это красиво так, когда не теряется что-то, да? А это вот традиция рассказывать о культуре детям в Грузии? Конечно, культура это... Наши традиции, это и есть наша культура. Танцы, песни, они передаются по наследству. И не знаю, сколько поколений уже прошло. Ну, то есть, вот этот балет, который вы сегодня показываете, ну, представляете, в Доме Конгрессов, да, это как бы собрание таких танцев, да, разных? Конечно. Из... Всех регионов Грузии, всех, абсолютно всех регионов. У каждого региона самое удивительное, что... Это фольклорные танцы или современные тоже, в том числе? Сейчас расскажу об этом тоже. Вот это выходит у нас фольклорные танцы, но мы его делали в виде балета. То есть, мы его добавили, какой-то хореографии, потому что сегодня время прогресса, мы должны как-то идти куда-то, да, нельзя, чтобы каждый день одно и то же видеть. Поэтому мы постарались это делать более эффектно, более зрелищно, да, скажем так. И поэтому это фольклорный балет. Вы обычаи рассказывали, это обычаи, да, в танце, да? Да, поэтому программа эта называется... А есть танец украсть невесту? Украсть невесту такой танец нету, но бороться за женщину у нас такой танец есть, а невесту бороться. Вот. Там серьезно с кинжалами, там саблями, там у нас по-настоящему все, можно переживать. А все могут ваши танцоры вот на пальцах? Я не могу понять, как вот так можно загнуть пальцы и так вот в таком темпе, в таком ритме это вот прыгать и совершать. Ну, это так, это надо привыкать с детства. Это не, ну, как бы, это не сразу. Вот сегодня хочу, завтра встану. Так не получится никак, потому что любая профессия требует жертв. Любая профессия требует, чтобы ты был для него, делал все. Это тоже не все могут, конечно. Кто-то вообще уходит с танцев. Ой, это больно, это не хочу, я устал, все, я не буду продолжать, уходят. А если ты реально полюбишь своего дела, да, ты будешь делать все, чтобы у тебя получился. И вот это, наверное, большое желание все-таки. И очень много, как сказать, энергии в этом вложено. А вы в Грузии выступаете? Мы в Грузии тоже выступаем, конечно. А как зрители реагируют? А, это правда, это неправда, это я знаю. Да, в общем, мы с Грузиной, я скажу, что они очень, да, очень много знающих людей сидят. И если что-то мы добавили новое, ну, они сразу замечают, кстати, я хочу сказать, вот это что-то новое, да, вот есть у них такое, ну, им нравится, честно сказать, потому что людям нужно новое всегда. Ну, вы солист, вот расскажите немножко о себе, вы родились в Грузии, в Тбилиси, да? Да, я родился в Грузии, в Тбилиси. Какой столичный житель. Столичный парень, да. Да, и что вы заканчивали, откуда у вас вот эти танцы появились? Ну, я заканчивал балетное училище хореографическое именем Вахтанга Чабукьяни. Вот, потом я танцевал, ну, маленький короткий период в оперно-балетном театре, танцевал в коллективе Сухишвили. Если сейчас начну, то долго, ну, хорошо, чуть-чуть покороче расскажу. Танцевал в Китае, в Синдзянской Большой театре, я там тоже был солистом, был солистом Королевский национальный балет в Грузии. Вот, сейчас у меня есть собственный балет, я там тоже солистом работаю. И я, ну, как бы, я люблю это делать, поэтому я занимаюсь этим. Какие вы страны объездили уже? И где вас, допустим, принимали, а где, может быть, по-другому принимали? Не принимали, не знаю. Может быть, разный зритель живет? Да, конечно. Вы должны реагировать? Ну, и знаете, вот в Германии очень сложно, чтобы люди аплодировали. Сложно? Люди так и сидят, смотрят. Так долго посмотрят, 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 и в конце одиннадцати получат аплодисменты. Честно сказать, вот в Риге мне очень самому интересно, что будет, как вот, как какой зритель, да? С каждой стороны остается впечатление зрителям. Я каждую страну знаю зрителям. Вот там хороший зритель, там вот сложно зрителя взять, да, допустим. Вот каждую страну запоминают так. Поэтому вот в Беларуси, в славянских странах, допустим, да, там во время танца стоят, там, у-у-у, там кричат. Поддерживают. Да, вот это, знаете, вот более такое ощущение, что когда люди, ты это чувствуешь, ты два раза, три раза лучше танцуешь в это время. Потому что ты напальняешься вот этим. А какой первый у вас номер? Как вы, взять внимание? У нас первый номер называется «Парса». Это более очарский танец. Очарский танец, там мы, ну, как бы, того не расскажем. Ну, все, приходите, посмотрите. Я же говорю, там все очень интересно. Про зрителей чуть-чуть еще хотел спросить. Вы в Латвии из Балтийских стран, вы еще где-то были, кроме Латвии? Эстония, Литва? Литва. Литва, да? Литва. Ну, и как там зрители? Весной тоже там туда собираются. Там можно было потренироваться, вроде бы. Да, вроде, кстати, знаете, там четыре раза в бис танцевали. Все-таки? В Литве. Четыре раза в бис. Ну, как бы, и это реально было от людей, бис, бис. Ну, не давали занавес закрыть, честно. Держали почти. Ну, вы знаете, заранее, чтобы будете на бис танцевать. Да, и потом было, что приходили, вы грузины, давайте пойдем вместе, там, вино выпьем, у меня тоже есть что-то вино, там, все куда-то приглашали. Вот, выходишь, да, вот, опять оделся, думаешь, все ушли уже, там. Выходишь, а там уже вот стоят люди, которые тебя ждут, чтобы, давайте пойдем со мной, у меня большой дом за городом, там, шашлыки пожарят. Просто незнакомые люди? Незнакомые абсолютно люди. Вот, как бы, приятно. Нравится это? Да, конечно, нравится. Ну, не всегда получается с кем-то поехать, там, отмечать, иногда хочется и отдохнуть, но это очень классно, когда ты людям даришь любовь, люди это чувствуют, они обратно тебе тоже отдают. А вы надолго в Ригу приехали? На сколько дней? Мы завтра уезжаем уже, к сожалению, нас ждут. Ну, не хотелось бы, честно, вот вчера я прогулялся в городе, да, красиво, архитектура просто вот уникальная, мне вот так понравилось, что, я не знаю, вот я и, наверное, остался бы еще чуть больше. Ну, обидно, что завтра уезжаю уже, надо расстраиваться на этом, да, и люди хорошие, кому ничего не спросишь, они все улыбаются, все рассказывают, такое позитивное, мне нравится тут. Вы на Румио-фесте будете участвовать? Да, да, в сентябре. А вот интересно, у вас такая богатая культура, да, богатая культура, культура еды, культура, там, тост, там, все вот с этим связано. Как вы в других странах находите, чтобы что-то было вровень хотя бы этому? Ну, смотрите, я скажу так, чтобы я в каждом стране, где приезжаю, я не ищу грузинских ресторанов. Только хотел спросить. Это точно, потому что, ну да, мне интересно, вот национально какие-то попробовать что-то, ну, понимаете, мне интересно все культуры, мне кажется, что каждая страна богатая. Я не скажу, что мы, грузины, самые богатые с наследствием культурным, нет, каждая страна очень богатая, каждая страна должна гордиться своей страной, я считаю, это правильно. И мы все должны любить своих стран и должны любить друг друга вообще. Я думаю, что это нормально. Да, слушатель спрашивает вас, вот в WhatsApp пишет, почему грузины-мужчины любят петь за столом, а другие кавказцы не очень? Ой, надо у других кавказцев спросить, мне, думаю, не просто. Но любите же петь за столом? Я уже не пью, не пьющий человек. Ну, а за столом поете? За столом иногда поют, а признаюсь. Ладно, еще один вопрос, тоже из WhatsApp, как в Грузии делают хлеб? Двести грамм муки. Сейчас полный рецепт. Ну, знаете, вкусно. Наверное, вот вкусно. Очень приезжайте. Я думаю, что любой пекарный в Грузии не откажет вам дать хороший рецепт хлеба. А с какого возраста дети, запримем звонок, с какого возраста дети за столом учатся произносить тост? Я первый тост сказал, когда мне было 15 лет. И помните его? Нет. Сейчас примем звонок. Пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Я только хотела сказать ему спасибо, вашему, нашему гостю. Спасибо, 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 что приехали. Да, спасибо вам, что позвонили, ваши поклонники. Спасибо большое. Не забудьте, что танцевать приехали люди. Да, сегодня в Доме Конгресса будет в 19 часов, простите, в 19 часов грузинский балет. Вот как раз наш гость Геви, он художественный руководитель и солист балета Лило. А второй гость Александр Красовский, один из организаторов фестиваля Руми Фест в Латвии, который пройдет осенью. Но вот сейчас… Да, билеты можно купить на Виллишу сервис. Гиви, вот скажите, а как вы собирали свой состав? Это тоже с академическим образованием, ребят? Да, я сказал бы, что да, мы смотрим на это тоже, но не всегда. Есть такие таланты, которых нету, допустим, то же самое академическое образование, но они таланты. Вот когда это видишь, то сложно отказаться от такого танцора, который реально талант, да. И вот отбор у нас очень тщательно проходит, потому что мы хотим, что это было все-таки уровень. И у нас так и получается. Ну, как бы, у нас нет танцора, который не соответствует уровню, который он должен соответствовать. Поэтому у нас шоу тоже, это очень… Сейчас мы шутили, веселились, да. Если честно, это очень долго создается. Каждый детал можно отрабатывать часами. Вот три часа за маленький детал можно потратить как ничего, да. Просто взять и работать. Это большая команда. У меня, за мной еще стоят люди, которые создают это вместе со мной. Там есть декораторы, там есть хореографы, там есть художники. И вот это большой труд на самом деле, но, как сказать, зато стоит этого. Потому что во всех странах это показало, чтобы людям это нравится. Вот люди аплодируют, люди приходят еще раз на наших концертов. И вот я думаю, что сегодня в Рыжском доме конгрессов в 19.00 тоже встречусь с большим количеством людей и постараюсь, чтобы всех отпустят оттуда вот с большим радостью, какие-то довольные отпустят оттуда. Я очень это хочу. А в коллективе у вас сухой закон во время гастролей? Ну, нет. Нет? Нет. Не сухой закон. Ну, знаете, что в меру все можно делать, я думаю. Это должно быть профессионал, что означает слово. Профессионал, профессионал своего дела. Он не сделает так, чтобы испортил свое дело. Поэтому, если это в меру, пожалуйста, почему нет? Я никого ничего не запрещаю. Но это ничего не должно им портиться. Должно быть человек профессионалом. Он должен знать, когда, что и почему. Александр, ну что, два слова напоследок от вас. На самом деле, мы услышали очень много про это шоу. На самом деле, это 30 участников. Это 250 народных костюмов. Это будет представлена, я так понял, вся Грузия у нас сегодня на сцене. Поэтому это нужно увидеть. Приходите. Поэтому всех слушателей мы приглашаем еще раз сегодня в Рижский дом конгрессов в 19 часов. Приходите, мы вас будем ждать. Люди танцуют? Люди, сами люди могут потанцевать с нами. Не на сцене. Не на сцене. В портере. Я очень хочу, чтобы один раз произошло так, чтобы портер и сцена одновременно начали танцевать. Вот это было бы классно. И свадебный танец будет? Конечно. Да, это будет. Все, погрузиться в Грузию? Погрузиться в Грузию. Будем сегодня вечером погружаться. Спасибо вам. Спасибо.